Давайте напомним, из чего вообще выросла идея. Какие у нас есть предпосылки общетеоретические. Идея в связи с карантинными ограничениями государство замыслило использовать электронные документы в приложении Идея как средство обеспечения вот этих самых, как деды говорили, режимных мероприятий. То есть повсеместная проверка ковидных сертификатов, что предполагает проверку личности. То есть нужно все, теперь нужно, по крайней мере номинально, везде предъявлять паспорта и свои ковидные сертификаты. И желательно, Минцифра очень хочет, чтобы это было в виде приложения Идея. Можно уже констатировать, что в министерстве и в ГПД абсолютно неадекватно понимают тот, представляют себе ландшафт угроз, с которыми сталкивается их продукт. Они себе придумали, ну они себе придумали некоторую картину, на которой настаивают, через которые смотрят на все происходящее, но эта картинка, она просто неадекватна. То есть они считают, что злоумышленникам нужно залезть в реестр, то есть как-то взломать ДИУ, что у злоумышленников есть задача залезть в реестр или там подделывать, или там получить возможность подделывать эти документы, то есть нужен секретный ключ и так далее и тому подобное. Ничего этого преступникам не надо. На сегодняшний день можно уже утверждать, что наибольший спрос, обеспеченный деньгами, причем деньгами очень серьезными, он лежит в совершенно другой плоскости. Я хочу сразу, я думаю, может быть даже надо было начинать с чего, что в усилии Минцифры сейчас складываются условия для того, чтобы Украина пошла по, назовем это, российскому пути, по пути наших соседей, у которых уже несколько лет происходит что? У соседей много лет преступность платит, это важно, платят деньги за каждый экземпляр персональных данных, удобных для использования в разного рода платежи, там, мутежах, мутках. Есть, но я не буду сейчас погружаться, потому что я не буду пересказывать свои опусы, озвучу вот наихудший вариант, которого я бы лично хотел избежать, и вы для избежания чего, вот это сегодня вы проводите. Наихудшим станет появление базы данных, в которой установочные сведения, имя, фамилия, дата, рождение и тому подобное, будут установочные сведения гражданина, которые используются в его удостоверяющих документах. Эти установочные сведения будут сопряжены с его физиономией, причем не просто физиономией, а именно эталонным изображением из того самого реестра. На сегодняшний день нету в обороте, да, мы потом эту харю заретушируем, на сегодняшний день нет в публичном либо теневом обороте сколь-нибудь больших баз данных, где есть физиономия человека. И это очень важный момент. Почему? Как вот нам камрады из Киберальянса подробно объясняют, в паре человек и удостоверяющий его документ, главным является документ. Вся идеология классическая документов, которая продолжает существовать и в цифровой форме, она основана на том, что человек может предъявить свою физиономию, данную ему, так сказать, природой, и при удостоверяющий документ, который подготовило государство, суверен этой территории. Документ, ну, то есть, с лечения происходит по эталонному изображению, которое подготовило государство. Что такое паспорт? Паспорт – это некий артефакт, который создан в соответствии со строгими регламентами в некой контролируемой среде за недоторканностью, которого, значит, следит вся репрессивная машина. Если у нас появляется… Да, отсюда какое следствие? Если у нас появляется возможность найти своего двойника, ну, либо двойника жертвы, то есть, человека с очень похожей внешностью, тогда в руках мошенников появляется козырный туз, тогда они могут предъявлять документы чужого лица, но похожего на мошенник, и у проверяющего нет никакой возможности выяснить, что произошла подмена, ну, вот это, собственно, identity fraud, кража идентичности. Чрезвычайно нежелательно, чтобы появилась вот такая база данных с изображениями, с фотографиями граждан, причем с эталонными, именно с теми изображениями, которые находятся в государственном реестре и демографическом реестре. Как может появиться эта база? Эта база на сегодняшний день может появиться в рамках криминального стартапа, цель которого – дать людям простой, недорогой способ обойти ковидные ограничения. Предъявлять на входе, предъявлять полиции, предъявлять всем, кому бы то ни было, реальные валидные ковидные сертификаты и реальные валидные электронные документы людей, похожих на предъявителя. Вот, вот в чем вся идея, что если появится такая база, то, ну, как я, опять же, не буду пересказывать свой опус, там слишком много тысяч букв, ну, гражданин в двух словах сможет зайти, значит, там через, ну, в общем, зайти, подобрать по вкусу своих двойников, получить их ковидные сертификаты, получить их электронные документы и потом через муляж приложения ДИА везде его предъявлять. И обойти, ну, скажем, противодействовать будет этому очень сложно. А поскольку Минцифра избрала, к сожалению, такой бестолковый способ, коммуникационную стратегию, просто говорить, вы все врете, этого не может быть, то в конце концов я понял, что надо показать, что это работа, что это несложно, это вполне реализуемая задача. Вместе со своим сыном, старшим Алексеем, Алеша взял и, значит, сделал, как выясняется, все чрезвычайно просто. То есть там не надо, если я сначала думал, что нужны какие-то виртуальные машины, там какие-то очень сложные такие решения, ничего не надо. Все оказалось радикально проще, и я сейчас передаю слово Алексею, он покажет, как выглядит этот код, как выглядит, и потом мы покажем, как выглядит эта функциональность. Алеша, давай, я передаю тебе слово. Да, так вот, вы должны видеть сейчас, секунду, вот, экран телефона. Все реализовано с помощью двух приложений. Это Tasker, который стоит в Play Market, там, 3 доллара, но фактически можно бесплатно скачать, и бесплатного плагина AutoInput. Вот мы открываем ГИИ, вот у нас есть, значит, собственно, паспорт, мы запускаем код, и сейчас он автоматически, без вмешательства с моей стороны, будет... Это я передал Алёше свою учетную запись, он пока использует ее на своем телефоне. Все, соответственно, у нас есть теперь скриншоты этих двух, этих данных на нашем... То есть скриншоты этих QR-кодов, по которым любой человек может фактически их предъявить и... Авторизоваться. Алеша, давай сейчас сделаю пояснение. Да, смотрите, это proof of concept какого именно криминального стартапа. Когда я говорю о том, что... Когда мы говорим о том, что главной угрозой является появление вот такой базы данной с физиономиями нашими и с паспортными данными, естественно, какая-то вопрос, как она может появиться, ну, вот конкретно как, вот организационно в части бизнеса. И моя идея очень простая. Сейчас по всей стране в связи в рамках вот этих режимных мероприятий десятки тысяч, вот речь идет про десятки тысяч физических лиц, которых, ну, сотрудников там ТРЦ, Макдональдсов и тому подобных, которого, знаете, ты, 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 ну, просто их выдернули из строя и сказали, ты будешь стоять на воротах и проверять всех входящих. То есть десятки тысяч человек получили в рамках должностных обязанностей, получили право требовать от всех входящих предъявить их электронные документы. И при наличии желания они, эти люди могут незаметно для окружающих, вот так, как сейчас показано Алюше, просто красть вот эти данные. То есть как выглядит, как выглядит, давайте вспомним, как выглядит процесс проверки наличия ковидного сертификата на входе там, на входе где-то в ТРЦ какой-нибудь. Да, 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 ну вот, да, ну что, сейчас, секунду, секундочку, подождите, мы тут с Алешей сейчас выясняем. Вопросы задавать потом или по ходу? Ну, может задавать вопросы сейчас, да. Мы сейчас показали и Proof of Concept второго сервиса, сейчас мы покажем о том, о чем вот я рассказывал, о том, каким образом вахтеры, условно называемых вахтеры, могут незаметно тырить данные граждан. Алеша, запишите. Роман, извини, Алексей, минуточку. Роман, мы договорились, что вы делаете доклад, потом у нас сессия идет вопросов-ответов. Ну, хорошо, да, хорошо, давайте попробуем. Давайте не ломать уже, логику выдерживать. Да, сейчас Алеша покажет первый, как выглядит код, который, как выглядит решение, с помощью которого условный вахтер может данные вот этих сотен граждан каждый день незаметно... Незаметно себе картинка, тому вона ж не протухает с часом. Тобто так будет полный комплект, за который уже можно просить, ну, грубые гроши. Алексей у нас знов зник. Голос его зник точнее. Так, я все, у меня фактически все. Да. Это у нас самый первый, то есть это первая модель накопления вахтерами, противоправно и незаметно накопление данных граждан. А второй пруфов-концепт, он поинтереснее. Он был о чем? Как мы знаем, что элементом своей вот этой архитектуры безопасности приложения DIA на Рижден Камене является механизм вот этих временных, временных, трехминутных, каких там, штрих, господи, QR-кодов. QR-кодов, штрих-кодов. То есть для валидации нужно предъявить некий QR-код, который через три минуты протухнет. И вот в DIA считать, что это окончательное решение, которое позволяет, ну, в общем, окончательное решение. Мне подсказали тогда, еще там месяц назад или в октябре, что, точнее, или там, мне пришла еще изначально в голову мысль, что, ну, можно же обойти каким образом? Через виртуализацию, ну, или там, через туннелирование. То есть у нас есть, мы находим данные какого-то лица, который выступает в роли донора данных, своих учетных данных. Мы активируем с этими данными DIA. Мы помещаем, мы разворачиваем это приложение где-нибудь внутри виртуальной машины. И по запросу человек, который, прикину, который предъявляет вот эти вот DIA с этими данными, он по запросу просто из виртуальной машины получает соответствующий QR-код, который, ну, который всегда является валидным. Мы таким образом обходим. Выяснилось, что и это можно сделать гораздо проще с помощью, с помощью вот этого же самого таскера. Короче, да, где здесь деньги? То есть в рамках какой криминальной схемы это может быть интересно? Ну, это может быть интересно, как есть. Я вот сейчас вместе с коллегами мы проверяем, что сейчас на рынке платежных карточек, оформленных на так называемых дропов. Да, ну, то есть людей, которые позволяют на них оформлять банковские карты, либо их используют в темную, не знаю, там по-разному. Так вот, точно так же люди могут сдавать в аренду свои данные, предоставляя за долю малую доступ к своим электронным документам. К своим электронным документам, если, опять же, то есть вы можете, найдя своего двойника, вы можете получить не только статичный QR-код этого двойника и предъявлять его, но можно даже предъявлять его документы, обходя вот этот механизм валидации посредством вот следующего. Снова передаю Алексею. Ну, собственно, Алексей, давай еще раз покажи, пожалуйста, первый механизм, как он выглядит, то, что ты начал показывать. Да, так вот, сейчас включу, значит, демонстрацию экрана. Первое сейчас это в действии. И потом, то есть по запросу клиент может получить этот самый, этот QR-код, и он будет валидным, потому что обновляется каждые три минуты. То есть QR-код действует три минуты. Вот, демонстрируй. То есть это сейчас происходит автоматически, это без манипуляций, это не оператор, не делает это вручную. Это чисто автоматически вот эти программы, оказывается, есть целый класс программ для автоматизации, для автоматизации действий со смартфоном. В автоматическом режиме вот это происходит, показывать, оказывается, в папочке, которая для вот, вот это скажем. Вот у нас есть QR-код. То есть 15.05 этого только что был сделан. И опять же, да, могут просто быть разосланы клиентом. И вот этот вот, конкретно вот эта вот реализация была сделана там буквально за день. Без каких-либо усилий, без какого-либо вообще, я не знаю, степени ученой в области программирования. Поэтому это не так уже сложно. Так, ну вот, в двух словах это выглядит следующим образом. То есть понятно, что при наличии, при необходимости это можно все допилить и вылизать до полноценного продукта, когда у людей на руках будет поддель, ну там, приложение, воспроизводящее в деталях интерфейс ДИИ. И оно будет отображать вот все, что нужно, включая и валидные QR-коды. Ну, в двух словах вот так. Давайте вопросы. Вопрос первый есть. По поводу баз с фотографиями и идентики. По идее, она уже есть. Все люди, делающие ID-карточки, они свои изображения уже отдают в цифровом формате. Ну, это база, это демографический. Ну, смотрите, там на самом деле не так все очевидно, как выясняется. Ну, в двух словах, конечно, у государства такая база есть. Вопрос, что такая база может появиться за пределами, помимо и против воли государства. Вот в чем же проблема. Государство, конечно, имеет все эти сведения, но как не допустить их утечки, их миграции в черную зону? Никак базами как торговали, так и торгуют по сегодняшний день. Ну, вы видели базу, вы лично видели базу, в которой есть данные с фотографиями граждан? Нет, с фотографиями мне не заметно. Вот. И потому что на сегодняшний день их не было механизма для генерации, для появления сколь-нибудь объемной, не говоря уже про десятки, сотни тысяч, просто не было такого механизма. Сейчас такой механизм появился, ну, точнее, возникла возможность, которую могут реализовать очень быстро и очень недорого. Ну, подождите, они же где-то все равно хранят фотографии, они их не могут просто удалять сразу после того, как они нанесли в паспорт. Они это должны сохранять, у них с пенсионкой связано, ну, да, ну, что все сразу там в едином хранится. Нет, смотрите. Как сфотографии, в каких сервисах, ну, да, это вопрос. В процессе изготовления паспорта, что вы, как я сам был удивлен, но, например, биометрические данные, ну, отпечатки пальцев, после того, как соответствующий хэш помещен в чип на паспорте, все данные об отпечатках должны удаляться. Я думаю, они удаляются. Государство не имеет общей базы наших биометрических данных. Что касается физионом, ну, вот этих вот промежуточных, там, например, фотографий, которые делают, делаются в ЦНАПе, ну, они точно так же подлежат уничтожению после того, как переданы в реестр. Можно допустить, конечно, что сотрудники ЦНАПа злоупотребляют и не уничтожают, но один ЦНАП – это один ЦНАП, во-первых, и никаких признаков этого на сегодняшний день нет, во-вторых. Потому что, еще раз, я не нашел свидетельств того, что есть в публичном ГОС, ну, точнее, не в публичном, ну, короче, есть в негосударственном обороте базы данных с фотографиями из госреестра. Ну, и с паспортом, если присутствует... Я еще добавлю для этого вопроса, стосовно фотографий. На жаль, у самой державы немає цей ценности базы фотографий, и именно поэтому СДИЯ працюет лишь с паспортами, ну, с современными оцифрованными документами, и вселяка захочет их створить в новой цифровой паспорте и закордонной, и ID-картки. У державы самой нема, поэтому она активно это формует, затягивая в дию все, что можно, будь-якая государственная послуга, бажанная. Это делается, ну, среди других задач, для того, чтобы самому, в самой державе отримать. Потому что вот эти паспорты и книжечки, которые у нас в большинстве, у нас есть, они сохраняются где-то локально, и фотографии плохой якости не оцифровываются, и так далее. Они оцифрованы, так. Все это в паперовом виде. Так, в паперовом, и очень распределенный. Так, 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 децентрализованы. Я, когда работал с оперативником в СБУ, было, как выявилось, очень сложное, надзвичайно сложное завдание, объяснить девочие прозвища людей. Ну, женщины. Это одна из самых сложных задач, ну, для опера, которая занимается оперативно-розвитковой деятельностью. Я в контроле все работал. Но меньше всего. Это нужно, во-первых, знать, где человек там... Ну, я это рассказываю для того, чтобы продемонстрировать, почему это так важно для государственных органов, и почему у них нет этого. То есть, у РАКСа, да, регистрация актов гражданского состояния, то, во-первых, нужно знать, каким-то образом. Зазвичайся, оперативным шляхом. Ніякої информации, где человек расписывается, централизована по стране, нет. Каждый РАКС фактически сохраняет свои записи окремо. Надо знать, в каком месте, в каком области, людина расписывается, направить записи, и отрабатывать... Ну, это сложно, на самом деле. Как это знать? Что-то подобное с базами данных паспортов МВС, миграционной службы. Я тут погано знаю, но, ну, такое впечатление, что, напевно, что что-то подобное, потому что каждая база сбликается локально, а если есть какая-то централизация, то точно без фото. Або, ну, вот эти формы, форма-1, так званя, это дубликат, грубо говоря, мастер-копия этого паспорта книжечки, они сохранятся у локальных баз данных, и по фотографии они не идентификуются, лишь за письмовыми реквизитами. Фоток нема. Тобто, ось, держава активно створює цю базу саме з фотографиями, чтобы быть способными до машинного розпізнавания фото, цифровых фото, саме цифровых фото, чтобы автоматичным пошуком их можно было идентифицировать, как это сделали, до речи, много других стран, надзначно ранее. Но, так, это была ремарка до Романова, и у меня еще вопрос, ось, до другое части, чтобы позволить, если я взял у себя этот микрофон, про виртуализацию, ну, ось, другая частина, что виртуализация документов, там, Identity CF, людина, ну, насколько я зрозумел, поправьте меня, если не так, я как-то человек решила сдать его оренду свои персональные данные, и, ну, там, 10 долларов, скажемо, умовно, там, хочет за все отримать, и для этого она должна сделать, что передать доступ до своей дии, ну, вот буквально, вот я, скажемо, там, людина, далека від IT, далека від розмовых, там, високих здебностей, я десь почув, что, ось, можно продать доступ до своей дии за 10 долларов, и хочу это сделать, что мне нужно, ну, там, я, там, десь у телеграме с кимось там, с контактчев, и что мне не мали бы все потенційные такие бизнесмены с кимосьми, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, еще один, кращий за все, окремый смартфон, или планшет, с андроидом, который выступает, в этом, это на боке, ось, бизнесменов, называемых так, так? Я просто людина, в мене просто, просто... Так я ж тебе поясняю, що я, ну, якщо ці бизнесмени створять належную инфраструктуру, тоді це виглядатиме у такий спосіб. Шукач, шукач, как это, сейскатель, значит, з ними зв'язывается, отримует инструкции, заводит собі, ну, краще взяти же окремый пристрый, чтобы не таскать его с собой весь, окремый пристрый, на нем робит, розгортает еще один экземпляр, дей із своими данными, ставить оцей таскер, належать таскер із оцим нескладным скриптом, і все. І далі, і далі відбувається... Ну, чекай, дивися, я хочу отримати за цю шахер-махер 10 доларів, а купити новий телефон щонайменше 100 доларів. Навіщо це мені? Ну, слухай, по-перше, це коштує не 10 доларів. А скільки? Ну, от, ну, я бачу, ти не читав всі мої дописи... Я читав всі твої... Ну, я ж там, коли мова йде у нас про штрафи від 17 тисяч гривень, від 17, це нижня, 17 тисяч гривень. Коли мова йде, от я щойно ходив і робив цей тест найдешевше, 500 гривень за тест, який триває, який всього лише на 3 дні. Тобто, мова йде щонайменше про... Ну, як на мене, в місяць людина може претендувати на тисячі гривень. Тому що... Я трошки не про те... Ти кажеш, для того, щоб запропонувати цей сервіс, треба набрати базу, да, паспортів легальних, справжніх, з вакцинаціями, з документами, з усіма ділями. Я тобі кажу про те, що я не споживач цієї послуги, а я з боку ось донора даних. Ну, ти як донор зв'язуєш, ну, ще раз. Максимальну базу і з них шукати двійників, так я розумію? Так. Ось... Ні-ні-ні, ти здаєш, шукатимуть двійників люди, які хочуть. Так, так, так. Я просто хочу здати свої дані в оренду. Тобі кажуть, будь ласка, знайдіть ще один пристрій, зробіть отакі налаштування і все, і чекайте. Якщо хтось арендувати, буде вас за хону, якщо комусь знадобляться ваші дані, ви будете отримувати гроші там за мінусом наших комісійних. Нікого не буде, ну, ніхто не отримає. Тепер я пригадав, так, як це працює, бізнес-логіка, власне, каже. бізнес-логіка така, що буде, ти ж, наприклад, гадаю, є люди, знаєш, таку універсальну, ти як оперативник маєш знати, що люди з такими універсальними обличчями, що підходить там. Нарушку беруть таких тільки ж. Так, так, що там чи не 10% популяції може підходить. Така зовнішність буде надзвичайно, на неї буде великий поприк, ну, а хвост надто нестандартне обличчя, ну, може так і залишиться. Ну, знову ж таки, нема проблем, людина завжди може спробувати просто піти, вакцинуватися і продавати свій QR-код. Ну, це щось таке пір-то-пір-бізнес. Так, 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 зводи, біржа, це саме біржа, тобто, без централізації такий, знаєш, концепція, ну, мені ж доді все це, ну, це по, як результат спілкування, в тому числі з поганими хлопцями, за їхніми словами, ті речі, які викликають найбільше довіри, ну, вони викликають найбільше довіри. Тобто, все має бути чесно, без умани, відносно невеличкій комісійний, у людини буде повний контроль над тим, ну, щоб, наприклад, не сумніватися, що її там нажухають, це механізм, як її там, таємної покупки, так, тобто, вона сама може себе замовити і переконатися, що гроші доходять, так. Окей, слухай, і ще дві, має друге питання, ось, ти розказував про, точніше, діється, Олексій демонстрував, робить скрипт, автоматично перегортає і робить скріншоти трьох хвилинних ось цих QR-кодів. Дивись, але ж, наскільки я розумію, ось ці трихвилинні QR-коди, вони унікальні, і їх повторювано, ну, один, там, до мільярда, грубо кажучи, тобто, наступне століття він буде повторений. Слухай, навіщо їх збирати три і фото, ну, насправді, насправді, це просто proof of concept, який демонструє можливість у якийсь спосіб робити тонелювання, а це, звичайно, має бути, як, по запиту з клієнтської, з клієнтського боку, то генерується, дійсно, унікальний в усіх сенсах QR-код. Ну, мені важко уявити, щоб на одному, щоб один донор оплуговував, там, навіть 10 осіб. Я дуже сумуваюся. Тобто, це один трехвалитний конт унікальний, він унікальний і лише призначений виключно для одного клієнту. Так, для одного клієнту, так. Тобто, вони не будуть, повторюю, не буде ситуації, коли навіть теоретично той самий QR-код можуть надати на кількох різних пристроях. Ні. Він буде дійсно унікальний. Тобто, збирати скріншоти QR-кодів є сенс лише для ось цих статичних вакцин. Так, виключно для статичних вакцин. А які це? Дивись, в нас статичними є оці картки з паспортом і з пикою, з мармизою людини, по-перше. Ну, тому що просто на них є мармиза, є ж дані про паспорт. І QR-коди і ковідні сертифікати. Вони так. А якщо робити просто, ну, дивись, ось дієвість, збирають собі базу з цифровими фотами всередині бази, щоб вона індексувалася, щоб вона там усіма цифровими інструментами оброблялася. А зі скріншотами ж такого, ну, як? Чому? Те саме? Ми виріз, вони ж збирають ті самі фото. Якість втрачається фотографії на врази просто. Ну, вона втрачає там свої, ну, я розумію, що скріншот це краще, ніж там будь-що, але вже ж інші властивості файла. І для автоматизації він менш придатний, ніж, скажімо, оригінальне цифрове фото. Ну, дивись, ми повертаємося до того, що, точніше, ми ще навіть і не говорили, що архітектура дії, оця архітектура документів, вона є хибною. Замість того, щоб робити все автоматизовано, взагалі не покладатися на оператора. Або взагалі треба або на оператора покладатися, ну, тобто, на Редуни, яка перевіряє. Бо якщо ми перевіряємо, нам має дуже нескільки там пережатий той файл зображення. Так? Ну, ми не помітимо, для нас нема різниці. Я не з боку оператора, кажу, а з боку автоматичного матчу, як це українською, підбору підбору я не бачу підстав вбачати якусь суттєву різницю. Ну, ні, ти, ще раз, дабл-чек, щоб ми розуміли, що ми про одно і те саме. Я кажу про автоматизацію роботи біржі самої, яка там клієнта з надавачем з автоматичному режиму стикує, сама підбирає автоматично підходяче зображення. Чи достатньо буде для коректної роботи такої системи ось таких скріншотів, ну, нехай там навіть дуже високого якості. Ну, ось, як на екрані демонструється, наприклад. Дивись, ну, скажи, ти мене впізнаєш на цьому фото? Я, ну, я тебе впізнаю, але ж... А ти ж не забувай, що у нас... Дякую секунду. Що? Я тебе впізнаю, звісно, але ж я людин... Ну, мова йде про автоматизацію одночасно, там, тисячі операцій в секунду, ну, теоретично, да? Якість. Ні-ні-ні. Тут ключовий... Ні, як ти оцінюєш от, от, коректність механізму от такого автоматичного пошуку, співпадінь по сій базі? Ну, по-перше, дивись, сучасні системи розпізнавання, вони шукають не абсолютну тотожність, а вони ранжують. Вони шукають, вони виявляють більш-менш подібні. Тобто, як на мене, коли приходить клієнт, фотографується і, значить, там натискає кнопочку пошукати подібних, йому система підбирає кілька варіантів від найбільш схожого, до, ну, там більш-менш схожого, якісь коефіціенти мають бути. Тобто, це завжди ймовірність, це завжди ймовірність, це про ймовірність. Тобто, так, клієнту запропонуються кілька варіантів, він сам очима вбирає. Сам вирішить, на кого він хоче бути схожий. Та і все. Це, дякую, я зрозумів. Битань більше немає. А от цей це для тої ситуації, коли вони перевіряють своєю дією? коли треба, щоб дійсно опрацював механізм валідації QR-кода. Зрозуміло, це відносно то акту Київрада, який вони видали. А протидіяти як цьому? От гарне питання. На сьогоднішній день в мене системної відповіді немає, тому що, можливо, її нема взагалі. З того, що мені приходить на думку, ну, хіба що компрометувати, це спроба компрометації отакої нелегальних баз даних, шляхом, яким шляхом? Шляхом навмисної генерації підставних, підроблених фейкових даних, фейковість яких може виявити виключно центральний демографічний рейдно, тобто, який можна виявляти лише централізовано. Ніхто, значить, ну, тобто, там, я не знаю, люди під криттям продають шахраям оці, там, десятки тисяч фактично фейкових даних, вони потрапляють до бази, ну, вони потрапляють до цієї шахраїнської бази даних, а в подальшому при спробі валідації то вискакує попередження, що хапайте, ловіть, тягніть до відділку. Ну, і все. Хоча, звичайно, в українських умовах це просто означатиме збільшення витрат на на те, щоб відкупитися, ну, здається, нічого нема. Тут або ми відкриваємо, випускаємо джина з бутилки і даємо фактично кожній людині доступ до тих еталонних даних. Або не даємо. У мене немає відповіді. Треба перевіряти, треба міркувати. Ну, насправді, це і не твоє завдання. Тобто, тебе як дослідника немає зараз, ну, зараз... Якби стояло завдання протидіяти, ти б думав про цю, але ж тут зараз... Я б хотіла підтримувати Константина, якщо дозволіте, колеги. Я вас абсолютно підтримую, Константин. Более того, я считаю, що данные мероприятия, які ми проводимо, це вже більше, можна було підтримувати, як гражданська ініціатива, підчеркую ще раз, без підтримки внешній якого-либо. То, що ми робимо, це вже, в принципі, я считаю, большой шаг. А як противодействувати цьому, це, дійсно, Роман, це вже дозволяється люди, які за це діння, звісно кажучи, це Ми прийляємо задачи гражданських ініціатив і вообще подобних, скажімо, груп, гражданських ініціативних груп і так далі, це привлекати внимание, а не рішати пробліму. То, і не стоїть така задача. У нас нет ни ресурсів, у нас нет возможностей. Ресурсів нету, да. Да, ми робимо більше, чем можна було зробити, звісно кажучи. Поэтому, ну, якщо государство забиваєт на це, якщо забиваєт на це люди, які повинні по долгу служби займатися, ну, ребята, що требувати від групи, скажімо так, гражданських активистів. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!